Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Город С». С вами Марианна Мирна, и мы продолжаем вас знакомить с лауреатами Самарской городской театральной премии зрительских симпатий. Браво! Итак, наши сегодняшние гости. Театр Самарта – это Дмитрий Добряков. Дим, здравствуйте! Здравствуйте! Солистка театра «Опера и балета» балерина Ксения Овчинькова. Привет! И актер театра «Камерная сцена» Артур Быков. Здрасте вам! Здравствуйте! Ну что, лауреаты, как самочувствие, как настроение после того, как зрители вас признали лучшими? Давайте как-то по очереди. Артур. Замечательное настроение, очень приятно, огромное спасибо. Все здорово. Ну и, конечно, с тех пор даже в театр приходить стало в два-три раза страшнее, сложнее, чтобы не уронить планку. И чтобы продолжать дорасти дальше. Да, каждую репетицию, каждый спектакль прямо теперь еще напряженнее проходит. А Синь Борисовна Рубина, ваш режиссер, директор и ваше все, что сказала-то? Как поздравляла? Я ее в первую очередь поздравил. Я к ней пришел, сказал огромное спасибо, естественно. Ну, как и положено художественному руководителю и режиссеру. Очень. И холодно и тепло одновременно. Ну, сказал, что не зазнавайся, мол. Да. Ну, конечно, а как же. Ну, хотя могла бы не говорить. Я пока не собирался. Ксюш, ну, вы такой лауреат мощнейших международных различных премий и вообще в своей профессии преуспели прям на 115-120 процентов. Такого рода премия зрительских симпатий, именно когда вас не жюри отметило какое-то, а именно зрители, это как-то по-другому воспринимается? Ну, да. Вообще для меня эта премия, наверное, на порядок выше, чем остальные мои премии, потому что все-таки наша работа заключается в отдаче зрителю. И когда зритель это принимает, да еще и вознаграждает тебя за это, то это невероятно приятно. И действительно, вот как сказали, то, что хочется теперь каждый спектакль что-то еще больше привносить, чтобы зрители все-таки понимали, за кого они голосовали. Дим? Да, все мы как бы, когда спектакль делаем, все равно мы хотим, чтобы он был как можно лучше, как можно лучше. И все равно в итоге для зрителей, работа у нас такая, что нам нравится, когда мы нравимся зрителям. И чем ценнее для нас эта премия, именно что это зрители выбирали. Конечно, очень приятно. Вообще приятно получать премии, но такие особенности, да. Я хотела уточнить, вот смотри, у тебя получается же это первый режиссерский такой был опыт, это спектакль «Манюня», который стал урядом как лучший спектакль по современной драматургии. Это действительно современная драматургия, это прекрасная книга в первую очередь. И почему как бы решил именно ее взять в разработку? Потому что все равно, наверное, режиссерский опыт несколько иной, нежели актерский. И что-то должно быть близко и родное, чтобы быть внутренне уверенным, что ты с этим справишься и потянешь материал. Ну да, сам материал был такой, что как бы я когда прочитал Нарина Багарян, это лучшая книга 2011 года, она была, и я сразу, ну бывает такое, книгу прочитал, начинаешь перечитывать. И проблема была в том, как сделать из литературного материала драматургический. Как бы вот мы связались с Нариной Багарян, автором книги, она сейчас в Израиле живет. Она предложила, вот Юр Суходольский, это московский драматург, он филфак МГУ заканчивал, он пишет пьесы, он и продюсер, он снимает кино, как бы он человек достаточно и театральный, и очень хорошо он пишет. Вот он написал вот эту вот пьесу, которая мне очень понравилась, мы ее сократить пришлось, ее там, ну как бы работали мы вместе с ним. Он соглашался, говорит, режьте, что хотите делать, в общем, Абгарян тоже, ну какая-то была такая светлая работа, такое ощущение, что как бы все были в одну сторону направлены, и было очень приятно работать. То есть я огромное удовольствие получил от процесса, и я думаю, что не последний раз. Вот, да, не последний раз, это прекрасно, ждем еще, да, твоих таких творческих задумок, но когда актеры репетируют на сцене, и когда ты как актер репетируешь, бывают же такие случаи, когда, ну, режиссер что-то там говорит, какие-то там просьбы, требования и так далее, а ты так, ну, то ли прав он, то ли не прав, а может быть и наоборот, да, идешь за этим режиссером. Как было у вас, когда ты оказался по ту сторону сцены, когда ты не на сцене, а за сценой? И как на тебя, как на режиссера, реагировали твои коллеги, с которыми ты вчера на одной сцене стоял? Ну, театр, это же демократическая организация, здесь всегда прав режиссер, все очень правильно. Если режиссер не прав, смотри, по-моему, первый, да, как бы, если ты можешь увлечь своей идеей людей, проблем никаких, у меня с актерами проблем не было совершенно никаких, у нас 19 человек, первый раз, я пьесу, первый вариант, когда сам написал, у меня было 4 человека, ну, как бы она разрослась до 19 человек, и с артистами, ну, не было проблем, то есть как-то мы друг друга понимали, Ну, понимать главное, если понимаешь человека, на одном языке разговариваешь, это как бы номинально первая работа в театре, а до этого, ну, там были же еще какие-то работы, мы там и репетировали, в общем, мы сталкивались в таких отношениях, когда режиссер и актер. Так что мы были направлены как бы на одну идею, и было несложно, на самом деле. И все получилось. Друзья, у нас есть небольшой сюжет о спектакле «Манюня», давайте его посмотрим и вернемся. Друзья, у нас есть небольшой сюжет о спектакле «Манюня»! Ой, что теперь снится, пресня о том, час, когда утро встает от него. «Красные черевички» – 3 рубля 25 копеек в советское время. Сегодня куплены на барахолке. Для роли. Хулиганка Марина Щетинина, актриса театра «Самарт», главная героиня спектакля «Манюня». Со своим персонажем нашла много общего. Совсем еще молодая актриса очень хорошо помнит свои детские приключения. Они все время были с какими-то последствиями, поэтому гордиться, наверное, нечем. Но я помню, как я в детском саду сказала, что давайте поиграем в парикмахерскую, и я всем намыла голову песком. А потом у нас у всех завелись в ши. Вот, кроме меня, потому что себе я голову песком не мыла. Армянская писательница Нарине Абгарян написала удивительную книгу о девочке Манюне. Добряк и весельчак по натуре, полностью оправдывающий свою фамилию актер Самарта Дмитрий Добряков, четыре года назад проникся произведением и написал инсценировку. Признается, что первый вариант был отвратительный, но взявшись за дело с профессионалами, что-то получилось. Режиссерский дебют Дмитрия – смешной и трогательный рассказ о том, чего не вернешь. К этому времени не будет больше никогда, поэтому у нас как бы и ностальгия, и сердце иногда зажимается, вспоминая это. Хотя мы смеемся, а при этом мы чувствуем какую-то грусть. Мне кажется, она поймала Абгарян в своей книге вот это состояние, когда вроде бы весело-весело-весело, а на самом деле и тепло на душе, и грустно. Юмор, светлая грусть и ностальгия по детству ждут тех, кто захочет окунуться в атмосферу дружбы и теплоты, искренних отношений и пионерской честности с армянским колоритом. Дим, ну вот Манюня – такой светлый образ совершенно, и он юмористический, и то, что хочется, я говорю, и перечитывать, да, как ты сказал, и пересматривать. Что дальше? Что-нибудь мы там в классику, может быть, пойдем? Ну, я говорил уже, что, в общем-то, зависит от, наверное, еще от сцены очень многое зависит, там непонятно, когда у нас откроется сцена, какие планы. Ну, то есть, когда новая сцена откроется, ждем новый спектакль. Да, потому что сложность планирования репертуара еще и с этой стороны, то есть, как бы, дай бог, она вот откроется, и уже будет все понятно. Будем ждать. Ксюш, «Пахита» – это то произведение, по которому ты стала лучшей балериной, тебя зрители оценили как самую прекрасную, изящную, красивую и талантливую. Расскажи тоже в двух словах, что это за произведение, потому что это не… это гранд-па, правильно же, я понимаю? Да, только гранд-па. Вот, и как шли репетиции, изначально ли были мысли о том, что этот будет на какой-то отсмотр, этот спектакль ставится, или просто это была стабильная работа, как это бывает с другими спектаклями? Ну, это была стабильная премьера сезона, как бы, балетная. И приятно было работать, потому что сам спектакль такой очень красочный, яркий, как торжественный. И настроение такое тоже было какое-то праздничное, особенно когда приходили на репетиции. Их, конечно, было много, но музыка заставляла как-то тебя подстегивала, трудиться. И мне сразу же казалось, что зрителям очень понравится этот спектакль, смотреть его, потому что там заняты многие наши, не многие, а почти все наши солисты там заняты. Каждую девочку можно разглядеть детально, потому что они танцуют в вариациях. И мне кажется, для зрителей это тоже интересно, потому что на нас, на солистов, им, наверное, уже все-таки надоедает смотреть. А когда девочки-солистки другие открываются в вариациях, это и зрителю интересно, и им самим тоже интересно. Хотела спросить, вот смотри, сейчас за кадром, так скажем, говорили еще о том, что главные слова, главные и неглавные, и в балете слов нет. А вы там переговариваетесь между собой, когда мы не слышим? Конечно, переговариваемся. Ну, например, в поддержках что-нибудь партнеру, там, подверни, или держи, или когда сильно устаешь, там, партнеру, говоришь, терпи, терпи еще немножечко, подожди чуть-чуть. Серьезно? Да, конечно, поддерживаем друг друга. Но мы стараемся это сделать так, чтобы не видно было, например, когда обводка там, то мы, когда девочка спиной, мальчик ее обводят, мы там что-нибудь, держись, давай, или на ногу меня поставь, или наоборот, там, ну, что-нибудь такое. А шутите? Потому что я знаю, что в драматических спектаклях все время, вот, друзья друг к дружку подхалывают, как-то пытаются как-то подшутить, так, чтобы зритель не понял, а на сцене актеры там все в покатушку смеяться начинают, а вы шутите, балуетесь? Да, ну, конечно, балуемся, бывает, нет, ну, если какие-то серьезные партии, то стараемся, нет, только вот замечания такие какие-то говорим друг другу, но иногда можем что-нибудь такое, чтобы поднять настроение. У нас, например, есть в балете «Шелкунчик» перед ПДД, оно очень сложное в постановке Кирилла Саныча, и у нас там, мы стоим на двух разных концах сцены с солистом, и Дима Пономарев, мой солист, он всегда мне подмегивает, то есть, как бы, что давай, все будет хорошо, держись. То есть, смотри, сама похита тебе, ну, близка, да, получилось, на душу легла, это важно, чтобы твоя партия, которой ты танцуешь, именно вот, ну, нравилась, что ли, вот как-то вот мега от нее какая-то была? Это имеет значение? Лучше ты будешь это делать, там, свою работу выполнять? Или где-то можно там схалтурить, что, а, ну, мне это не нравится, я тут не буду сильно там напрягаться? Да нет, ну, не знаю, для меня важна любая партия. Какой бы спектакль я ни бралась, я обязательно продумываю каждую свою партию и проживаю на сцене потом вот роль своей героини. И, нет, мне кажется, это не особо важно, потому что работа есть работа, все равно мы работаем. И работа любимая. Да, как все мы видим. Дорогие зрители, есть у нас и фрагмент из похита тоже, давайте его посмотрим и вернемся. Дорогие зрители, есть у нас и фрагменты. Браво, да, других слов просто нет. Артур, ты молодой актер, ты поделил премию молодого актера с актером Володей Морякиным из театра драмы. Так получилось, что вот вас обоих зрители решили отметить. Это твоя первая в жизни вот такая премия какая-то, какая-то награда? Ну, Волго-театральная была в прошлом, да, в прошлом году за спектакль «Поединок» Куприна, там Рой Хлебникова, там буквально три выхода, то есть минут на семь, на восемь из всего спектакля из двух актов. И Волго-театральный фестиваль, то есть и вот тоже дали лучший молодой актер. Так ты у нас прям уже такой тертый калач в молодых артистах. Да нет, совсем нет еще. Ну и в Тамбове за этот же спектакль «За поединок», тоже в Виват-театр фестиваль, там дали премию. Но там тоже было очень интересно, в общем. Мне кажется, ты немножечко еще не веришь, да, в то, что у тебя вот это все набираются, вот эти премии. Что с ним делать? Ты все их расставляешь на красивые места дома? Я их в первую очередь, конечно, я с ним приезжаю домой в Октябрьский, в Ашкирию, откуда я родом. И там мама, папа, у них там есть свой уголок, посвященный мне, скажем так. Уголок Артура? Да, да, да. И там мои вот немногочисленные награды вот эти. То есть в первую очередь все к родителям, конечно. Как родители, ну понятно, они гордятся, да, там рады до смерти. Но говорят ли они тебе какие-то, ну, наставления, что ли, и прислушиваешься ли ты к ним, чтобы идти дальше? Да, они для меня не только родители, они еще и в первую очередь очень большие, лучшие друзья, скажем так. Поэтому я с ними всегда советуюсь, всегда, то есть мы как-то все вместе обсуждаем. Они просто очень за меня рады. Очень рады. Ну, конечно, и прислушиваюсь, и я к ним, и они ко мне. Насколько важно, ну вот зрители тебя отметили, понятно. У тебя главный человек в театре все-таки, наверное, ну, свою Борисовну Рубину, да, уж положа руку на сердце. Человек она умный и дальновидный. А говорил ли ты с ней о том, что какие еще у нее, может быть, на тебя планы, чтобы через какое-то время ты не просто молодым лучшим артистом стал, да, или, может быть, была бы такая работа, чтобы не делить ни с кем. Вообще вот то, что поделилась эта премия, это хорошо или плохо? Это не хорошо, не плохо, это... Да нет, почему не хорошо? Так, сейчас я немножко запутался. Нет, это замечательно, на самом деле, потому что, ну, если зрители так посчитали, значит, так оно и есть, вот, поэтому мне это абсолютно вообще не важно. То есть награда есть награда, вот, а насчет своей Борисовны, как она там, да, какие у нее на меня планы, ну, пока роли идут, роли идут, и уже занятость довольно большая в театре, поэтому, как мне кажется, то, что и у меня насчет этого театра тоже большие планы. Большие планы, да, и у нее на меня все взаимно. Говорим ли мы об этом друг другу в лицо, что Артур, у тебя большое будущее, Сая Борисовна, у меня с вами большое будущее? Конечно, нет. Нет, это все понятно. Нам это, ну, как мне кажется, пока мы друг другу нужны, это все будет само собой в воздухе, около нас, суетать. Прекрасно. Друзья, у меня к вам такой вопрос. Понимаю, занятость большая, тем не менее. Удается ли, есть ли желание, да, вот, Дим, сходить на спектакль, где Артура признали лучшим молодым актером, Артур, сходить в Самарту на Манюню, посмотреть, что же это за лучший спектакль по современной драматургии, на Ксению, в конце концов, прийти, посмотреть и понять, почему лучшей балериной признали, Ксюша, у вас. Вот, как это должно работать, потому что, ну, вот, давайте честно, вы должны друг на друга смотреть, все. На коллег нужно смотреть, да, и радоваться. Ну, конечно. Как это? Это работает или это трудно работает? Очень трудно, как мне кажется, потому что не совпадают графики, точнее, совпадают, да. То есть у всех у нас почти в одно и то же время спектакль, а сходить очень хочется. Да нет, конечно, стараемся смотреть, но, например, в драме последний спектакль, вот, там, на побеге Шовшенко был, а Софья Борисовна не был год-болтара, наверное, в оперную еще попадать как бы удается. Но, как бы, да нет, это нормально, мы стараемся, мы же встречаемся где-то в неформальной обстановке. Вот у нас, например, на программе «Город С» вы встречаетесь. Да, очень неформально. И это, опять же, повод задуматься, что надо пойти в театр, просто надо себе поставить такую, что расписание, и все, я думаю, это нормально. С удовольствием, с огромным. До сих пор действует эта штука, которая была вот раньше, я еще, помню, давно так бы не задавала этого вопроса. У вас есть актерские удостоверения, и, по идее, вы с этим своим удостоверением имеете право бесплатно прийти в любой, да, из театров. Это работает? Кто последний пробовал это сделать? Ну, работает, конечно, но как бы даже без удостоверения, в общем-то, не такой большой город. Боктеры в курсе уже. Не такой большой город, чтобы там были проблемы с администрацией какого-либо театра. Что хочется посмотреть? Ну, вот побывали на премии «Браво», мы, да, услышали названия, во всяком случае, спектаклей, которые, людей, которых отметили. Появилось какое-то желание, что, о, вот это вот, да, и еще и зрители отметили, а я и сам там давно хотел посмотреть. Что-то такое появилось? Да нет, хочется смотреть все новое, что происходит по театрам. И как бы не всегда удается попасть на премьеру, может, даже и хорошо, что не на премьеру, а чуть попозже, когда и ажиотаж спадает, и артисты немножко разыграют. Вообще, хороший спектакль, когда сотня прошла уже, и если он не развалился, то он идет, да может, через пять, может, иногда смотришь, думаешь, боже мой, спектакль как свежо выглядит, а спектакль уже не один год. И смотришь, как бы это ценно, это показатель хорошего театра. Если спектакль идет много лет, а воспринимается свежо, это значит, и режиссер подумал, когда делал, и артисты сохраняют, и службы, что тоже немаловажно. Ксюш, по хиту, понятно, вы работаете сами, остальное вы смотрите, вот когда не вы на сцене, а когда другая балерина на сцене, вы приходите смотреть, и как это действует у вас? Потому что актеры в драматическом театре, которые в пару, допустим, работают, они подменить, если что, друг друга могут, и тоже смотрят, как это выглядит со стороны. Как это в балете работает? Ну, так же точно, то есть есть некоторые спектакли, в котором я, например, вот, ну ни разу не видела его из зрительного зала, потому что я всегда в нем занята в каких-то, если не в ведущей партии, то в партии второго плана, или где-то, ну, подменяю кого-то. Ну, и есть такие спектакли, которые я до сих пор еще не видела, в принципе, из зрительного зала, видела их только по записям, опять же, моим. Записи важно смотреть, потому что здесь мнения у актеров всегда разнятся. Кто-то себя вообще не может смотреть на картинки, а кто-то, наоборот, этим как-то в качестве критики это, что ли, собственно, и воспринимает. Ну, да, я смотрю свои записи спектаклей, и ошибки какие-то свои смотрю, и не только спектакли, я еще иногда репетиции записываю на телефон, да, чтобы потом то, что говорил педагог, и запоминать лучше, и действительно, вот, тебе говорит педагог, ты можешь не почувствовать, а на записи, на видео все это видно. Благо сейчас такие технологии, что можно в любом месте. Ну, то есть вы прям современными технологиями для усиления эффекта пущего. Дим, а ты смотришь? Нет, не очень люблю на себя. Ты, Маню, ну как смотришь вообще, вот когда до сих пор на картин спектакль ходишь или нет? Нет, нет, ну нет, я же как бы, я же не до такой степени. Не до такой степени режиссер? Нет, 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 я как бы все, я сделал, ну я смотрю несколько раз, там надо было, как мне казалось, что-то там поправить просто, но я целиком уже не могу смотреть, я бы уже переделал бы, если, ну как бы уже сделанный спектакль, и все, а так смотришь, начинаешь нервничать, думаешь, ну вот здесь, наверное, было надо по-другому, все равно время проходит, и как бы желание, надо остановиться, доделал все, доделал все, уже не вмешивайся, ладно. Артур, когда поставили весной урны для голосования в театр, ты их видел? Вообще не видел. Вот никто из артистов не видел? Понятия не имею, что они есть. Их прячут от вас, от актеров, чтобы у вас не возникало желание вскрыть заранее? Да, там за раковиной, по-моему, ну я не знаю, конечно, ну правда, то есть, оказывается, вообще как было, то есть подошла себе Борисовна, говорит, Артур, так-то так-то, позвонили с СТД, и, ну в общем, вот так. Наряжайся, приходи, да? Пришли, да, одеты. А по какому вы случили? Ну, премия, правы. Я говорю, я не знал, что даже стояли урны. В прошлом, или позапрошлом году я видел, у нас прям в фойе, в центре, грубо говоря, как новогодняя елочка, стояли эти замечательные урны, вот. А в этот раз нет. Да, я даже не спрашиваю, где они у нас стояли, надо будет спросить, кстати, самому интересно. Вот говорят, что самое, вы же говорите, да, что мы работаем для зрителя, это самое важное, самое ценное. Часто вам кричат «Браво» вот в реале, потому что аплодируют, да, цветы не суда. На благотворительных. «Браво» редко, все-таки, это такой редкий случай. Артур, часто слышали? На благотворительных спектаклях почти все кричат «Браво», там возрастные контингенты. Очень благодарные люди. Конечно. Ксения. Ну да, часто кричат. Но не только на благотворительных. Да я шучу, нет, не только на благотворительных, конечно. Ксения, но вы часто слышите свой адрес, когда вы выходите? Слышу, это безумно приятно. Вообще, сам звук аплодисментов и восторженные выкрики зрителей для меня прям, ну просто, бальзам на душу. Мне очень приятно. Дим, за актерскую карьеру, да? Браво-то. Ну, у нас-то нет такого, что после какой-то партии станцевал, а тебя там спел. Браво, браво! У нас в конце спектакля. Хорошо. Приятно, когда, конечно, приятно аплодисменты. Ради чего мы еще работаем? Ради этого, ради аплодисментов. Спасибо вам огромное, что пришли. Мои вам аплодисменты, мое вам браво. Со зрителями увидимся в следующую пятницу. Смотрите нас с удовольствием, проведите выходные с пользой. С удовольствием до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok